МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общественное пространство для горожан. Магаданцам предлагают выбрать объект, реконструкция которого, необходима в первую очередь, пока лидирует площадь у Северного Сияния. Никогда бы не могла подумать, что с меня могут взять отпечатки пальцев. Полиция в поисках новых кадров. В Магадане вновь прошла акция «Студенческий десант», в ходе которой молодежь знакомилась с тонкостями профессий в системе МВД. Сами себе на уме магаданские рыбаки. Уже не первую неделю января, да и вообще не первый год, сотрудники МЧС предупреждают их об опасности. Но лов и ныне там. Ни морозы, ни метели не отпугнут любителей корюшки. С этим сотрудники госинспекции по маломерным судам уже почти смирились. Но вновь и вновь они выезжают на лед к рыбакам, чтобы провести разъяснительную беседу. С обеих сторон понимают, что эти разговоры мало к чему приводят. МЧС уезжает, а рыбаки остаются. Стимул у них есть. 50 штук до 2 часа. Корюшка в бухтах Гертнера и Нагаева не живет. Она заходит туда на нерест два раза в год, зимой и летом. Летом и другой рыбы вдоволь, да и корюшка, говорят, рыбаки не так вкусна. А вот сразу после новогодних праздников в Магадане и окрестностях начинается ажиотаж. Кто-то планирует заработать, иные вдоволь наестся любимого лакомства. Есть даже те, кому важен не улов, а сам процесс. Ради этого идут на риск. По мнению сотрудников МЧС, лед в Нагаева слишком ненадежный и находиться на нем опасно для жизни. Эта бухта является судоходной. Буквально на прошлые дня три назад работал ледокол. В метрах 500 отсюда от нас находится уже урез воды. То есть, учитывая плохую видимость, неблагоприятные метеоусловия, в любой момент может произойти взлом ледового припая. МЧС может только предупреждать. Не штрафовать, не препятствовать рыбакам выходить на лед спасатели не имеют права. Несколькими днями позже сменилась погода, но только не обстановка в Нагаево. Корюшка идет, и этот момент стараются не пропустить сотни мужчин и женщин. Нет, я не боюсь, я чувствую опасность. Уже за столько лет, за 40 с лишним лет рыбалки я чувствую лед. До 50 хвостов за пару часов. Ради такой наживы можно и померзнуть, и даже рискнуть жизнью. Опять же, страху нагоняют спасатели и чиновники. Сами рыбаки уверены, им ничего не грозит. Герман Стрижков на промысел ходит более 35 лет. Он сантиметров 50-60 выдерживает. Он чуть ли не трактор может выдержать. Я сегодня ездил, сначала на Гертнер ездил. Там плохо. Мне позвонили, сказали, что здесь корюшка идет. Я приехал сюда. И вновь рейд. Не далее, чем в минувшую субботу. Теперь взывать к благоразумию рыбаков пытаются сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии. С учетом того, что нас рыбаки не слышат, игнорируют на все наши запреты, на льду находятся более 70-80 автомобилей с рыбаками. Цель наша сегодня провести примитивные мероприятия с рыбаками, переговорить с ними, попробовать их со льда всех удалить. Потому что сейчас ожидается усиление ветра. И с этим может лед взломать. И вчера уже был случай. Вчера рыбака спасали. В итоге автомобиль провалился под воду, утонул в районе каменного венца. Субботу эвакуация потребовалась уже гораздо большему количеству рыбаков. Со льда бухты Нагаева сняли 10 человек, в том числе двух женщин и несовершеннолетнего. Проблемы не только в бухтах Гертнера и Нагаева. На мелководной рыбалка шла хорошо, но вот обратно многие не смогли вернуться без посторонней помощи. Из-за потепления утрамбованная дорога поплыла. К тому же ее основательно разбили груженные Уралы. Эвакуировали заострявших в 100 километрах от Магадана рыбаков спасатели МЧС. Объект благоустройства выбирают магаданцы. Федеральную программу начинают реализовывать на Колыме. Суть ее в том, что, например, горожане могут проголосовать за территорию у Северного Сияния, и Москва выделит деньги на ее благоустройство. До 16 февраля проходит голосование в сети супермаркетов с 6 до 8 вечера. В списках 30 общественных территорий. Это скверы, парки, аллеи отдыха, детские площадки и прочее. Во второй этап выйдут три объекта. По ним будут изготовлены эскизы, и победителя вновь выберут сами магаданцы. Финальное голосование состоится 18 марта. Еженедельно специалисты мэрии подсчитывают голоса. На сегодняшний день их уже более шестисотен. Олег Владимирович, итак, это, ну, скажем так, народное голосование проходит уже третью неделю. В чем его суть, в общем-то, мы уже знаем. Для чего это мэрии? В общем-то, процедура такая довольно трудоемкая, наверное, да, и продолжительная, во времени растянутая. Так ли это нужно вам? И так ли это нужно магаданцам? Идея заключается в том, что часто наблюдалась ситуация, когда благими намерениями руководствуясь, те или иные органы власти реализовывали ряд благоустроительных работ. В каких-то крупных регионах это были достаточно крупные работы. Но так складывалось, что люди видели необходимость в проведении другого вида работ. Например, асфальтировались какие-то общественные пространства. В первую очередь у людей потребность была в дворовых территориях. И так далее. То есть мы наблюдаем некую такую рассогласованность на протяжении последних лет. Потому что, конечно, вот мнение людей, оно учитывалось, ну, опосредованно. Не было механизмов прямого учета, так сказать, пожеланий. Проект «Комфортная городская среда» он как раз призван, чтобы на всех уровнях, начиная с муниципалитета, региональном уровне, федеральном уровне, в первую очередь собирались предложения и пожелания граждан о том, что в первую очередь они хотят видеть в своем дворе, какие из общественных пространств, поселения, города, областного центра они хотят благоустроить и как они должны выглядеть. Вот это кардинальное основное отличие от всех предыдущих форм обсуждения, которые так или иначе практиковались и раньше, она заложена и реализуется на всех уровнях этого проекта. Олег Владимирович, я так понимаю, что это такая, в общем-то, ну, хитрость, что ли, и вообще удобный момент для власти, в том числе потому, что долгосрочную программу благоустройства можно выстроить. Вы уже будете наверняка знать, что магаданцам нужно, в каких местах и в какие сроки и на какие деньги. Да, действительно, то голосование, которое сейчас проходит, оно будет ранжировать все те объекты, которые мы включили в голосование. Их 30 у нас объектов по городу Магадану. И, соответственно, ну, рейтинг востребованности, рейтинг нужности проведения благоустроительных работ, он будет получен. Программа разработана на 5 лет, поэтому в течение всех последующих этапов эти проекты никуда не денутся, не будут забыты, будут реализовываться. Но, конечно, для города это позитивный момент, потому что мы в который раз сверяем свои планы с пожеланиями людей. Никто не говорит о том, что в следующие годы мы не будем еще раз уточнять этой ситуации с нашими магаданцами. Но на данный момент, конечно, мы уже более спокойно и более прагматично будем планировать, в общем-то, и финансовую, и другие организационные составляющие при проведении благоустроительных работ. Пользуясь случаем, не могу не затронуть еще один механизм, так скажем, общения с гражданами. Довольно короткая цепочка выстраивается благодаря порталу «Открытый Магадан». Насколько он себя сегодня уже оправдал и зарекомендовал? Это один из наиболее удачных, на наш взгляд, проектов последнего времени, реализуемых на территории города Магадана, которые, как правильно вы говорите, направлены на установление этой связи, этого взаимодействия и обратной связи с жителями. Сегодня мы говорим о том, что свыше 3000 человек, если быть точным, то 3083 человека на сегодняшний день зарегистрированы на этом портале. С учетом почти 100-тысячного населения города, это достаточно серьезный показатель, и мы говорим о том, что проекту исполнится год только в феврале, в наступающем, то есть еще года нет. Приятно отметить, что этот позитив, этот опыт, который удачно был реализован на территории города Магадана, сейчас подхватывает и регион, и буквально на днях будет введен общеобластной, общерегиональный проект аналогичного формата «Открытое правительство». Это говорит о том, что действительно людям за пределами города Магадана испытывается потребность высказывать свою точку зрения, чтобы она напрямую доводилась до власти, а власть, безусловно, заинтересована в том, чтобы тратить имеющиеся ресурсы, в том числе финансовые, прежде всего на то, что хотят люди. Тогда это будет максимальный эффект. Вообще, насколько я понимаю, в прошлые годы была система такая информирования преимущественно населения, а теперь от него в первую очередь. Совершенно правильно вы заметили основное отличие интерактивности. Мы переходим от формата монолога, когда мы действительно много усилий тратили на то, чтобы проинформировать о наших планах, как я еще раз подчеркну, иногда расходящихся с тем, что ждут люди. И в этом, конечно, крылась определенная доля недовольства, что делается не совсем то, что нам нужно в первую очередь, не совсем так может быть и так далее. То вот такие проекты, они как раз уходят от этого недостатка. И, в общем-то, философия этих всех ресурсов, она заключается в том, что, уважаемые жители, вы скажите, что в первую очередь вам нужно, мы с вами посоветуемся, как это реализовать, и это будет в первую очередь сделано. Вот такое взаимодействие, такой формат, конечно, он будет играть и на возрождение того доверия, которое, в общем-то, наверное, за последние лет 20 все-таки так или иначе было утрачено между властью, между населением, да, и все это не может привести к каким-то плохим результатам. Это мы увидим, что отклик у людей положительный, потому что, наконец-то, они видят, что они могут влиять на реальное принятие решений. Учили стрелять и брать отпечатки пальцев. Это лишь малая часть акции, которую полиция провела для магаданской молодежи. В течение трех дней студенческий десант высаживался в различных подразделениях МВД. Некий прохожий мог бы обеспокоиться, почему у дежурной части город-дела так много подростков. Юноши и девушки пришли на экскурсию. Светлые и просторные помещения ужаса не наводят, но и особого интереса не вызывают. Скучала молодежь и на лекции о задачах и возможностях МВД. Но самое интересное студенческий десант ожидала впереди. Привязать пулю к оружию, оружие, соответственно, к бандиту, да? Наша задача. У нас есть пуля, то есть нам надо с чем-то ее сравнить. Мы берем оружие, интересующее нас, да, вероятно, причастное к совершению данного преступления. Снаряжаем его в экспериментальной пулей. И производим выстрел сюда. Это кевларовая нивка. Кевлар знаете, что такое? Бронежилет из чего делал. Там волосна, перточник. Да, совершенно верно. Попадает сюда, вязник, достаем пулю, на которой остаются следы канала ствола интересующего нашего оружия. Берем пулю с трупа и нашу экспериментальную пулю сравниваем, устанавливаем. Этим ли пистолетом произведен выстрел или не этим? С этим понятно? Этот экспертно-криминалистический отдел – один из самых передовых на Дальнем Востоке. Стоимость оборудования более 100 миллионов рублей. Примечательно, что оно не только помогает раскрывать преступления, но даже в научных целях его используют. Криминалисты установили возраст гладкоствольного ружья. Находка ученых была датирована 1805 годом. Обнаружили где-то в лесу. Самая старая, прям такой раритет ржавый. Музейный, фанат. Да, но стрелял. Каждый день в лаборатории проводят до 10 исследований, но основной объем работы – это снятие отпечатков пальцев или дактилоскопия. Никогда бы не могла подумать, что с меня могут взять отпечатки пальцев. А это уже показательная тренировка сотрудников патрульно-постовой службы. Со студентом-спортсменом демонстрация приемов зашла в тупик. Отчасти к работе в полиции молодые люди уже готовы. Мотивация тоже есть. Понятно, что у них и льготы, и 10 лет служить, и уже пенсия лучше, чем остальное. Хотелось бы, конечно, связать свою дальнейшую судьбу с полицией. Я считаю, это очень почетная и очень ответственная работа. Работа с детьми, да, помогать трудным подросткам, потому что все равно кто-то должен помогать им, наставлять на правильный путь. Эту форму шили заключенные. Единственное отличие было – это пуговицы и лампасы. Посетил студенческий десант и музей милиции. Рассказы о прошлом колымских правоохранителей подростков увлекли. На почетном месте ветеран патрульно-постовой службы мотоцикл «Урал». Узнали студенты и о героях МВД, погибших на службе. Продолжилась экскурсия в электронном тире. Для того, чтобы произвести нам прицельный выстрел, что необходимо в первую очередь сделать – это подобрать стойку, да, удобную для стрельбы. Во-вторых, да, дыхание подобрать, совмещение мушки с целиком ровно, да, и, главное, спуска с пустового куличка. Молодежь советам инструктора внимать не стала. Старались взять количеством выстрелов, а не качеством. В этом тире будущие полицейские получают азы, например, вырабатывают привычку не наводить оружие на человека, даже электронное. С боевым обращение еще серьезнее. Примерить разгрузочные жилеты спецназа, прицелиться из настоящего пулемета – эта часть экскурсии всегда вызывает наибольший интерес. За три дня в акции МВД «Студенческий десант» приняли участие около 150 молодых людей. И еще немного о молодежи. 25 января священнослужители и прихожане чтили память мученицы Татьяны, а юноши и девушки отмечали День студента. Даты совпали 260 лет назад, когда был основан первый Московский университет. С тех самых пор у российского студенчества появилась святая покровительница. Геологи, электрики, строители, бухгалтеры, ветеринары – но будущее. Полторы тысячи студентов обучаются в Магаданском политехникуме. В свой праздник решили выяснить, кто самый способный и разносторонний. Два юноши и три девушки пытались покорить жюри пением, интеллектом, слесарными навыками и харизмой. Все очень хорошие и очень теплая атмосфера. Нет конкурентности. Если бы даже соперничество, оно доброе. Спустя час стало известно, что Алена Вильданова будет отстаивать честь политеха на следующем этапе конкурса «Студент года». Он пройдет 31 января. В Северо-Восточном государственном университете в честь Дня студента устроили бал «Маскарад». Пригласили наиболее отличившихся в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Формат встречи поддерживали и высокие гости, например, заместитель председателя областной думы Андрей Зыков. Статьянин день. В СВГУ выбирают лучшего студента. Переходящее древо знаний вручили Анастасии Садым. А подарком для всех стало угощение от ректора – фруктовый напиток. Этой традиции вуза более 10 лет. Сегодня в нем обучаются 2000 студентов. Всего же в Магаданской области высшее и среднее профессиональное образование получают 7500 колымчан. И еще одна дата, которую я никак не мог обойти вниманием. 25 января исполнилось бы 80 лет Владимиру Высоцкому. Его творчество в особом представлении не нуждается, оно широко известно магаданцам. В том числе благодаря визиту Владимира Семеновича на Колыму. Я видел Нагайскую бухту, да тракты. Улетел я туда не с бухты, а рахты. По одной из версий, в Магадан автор-исполнитель приехал на свадьбу к другу. Было это в 1968. В течение трех дней он проводил квартирники. Сотни поклонников пытались на них попасть, включая молодежь. Сегодня такие воспоминания редки и особо ценные. Длинный барак, открытые двери, длинный коридор. Это то, что помнится. Большая комната с длинным столом, за которым сидят мужики. Ну, там всякие яства. И во главе стола сидит мужик. С гитарой. Ну, сидит и сидит. И вот, когда он запел, понятно, что... Ну, что-то вот знакомое, вот какое-то такое было. Ну, вот, помню, единственное, что помню, это песня «Беспокойство». У дельфинов зарезано брюхо винтом, выстрела в силу не ожидает. Никто. Вот эту песню помню. Было еще несколько песен. Опять-таки, в памяти отложилось, что было несколько песен, которых больше никогда не слышал, потому что там, скажем так, довольно вольный язык был. Завершить программу хочу короткой информацией об успехах магаданских спортсменов. Сноубордисты едва не заняли весь педестал почета на Кубке России. Участие в соревнованиях принимали 70 спортсменов из Алтайского и Красноярского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Челябинской, Магаданской и Сахалинской областей, Удмуртии и Камчатки. В дисциплине сноуборд-кросс золото взяла Александра Паршина. Второе место заняла также наша землячка Кристина Нестерук. На четвертой позиции еще одна магаданка Анастасия Костина. Более успешного командного выступления на Кубке России в этом сезоне не было. Тренирует спортсменок Николай Нестерук. А магаданская лыжница Кристина Мацокина в эти дни выступает на молодежном первенстве мира. Оно проходит в швейцарском ГОМСе. Девушке 19 лет и она уже мастер спорта. Возможно, в следующей программе мы расскажем об ее очередной победе. Спасибо, что оставались с нами. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин